МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помните, как у Салтыкова Щудрина? Наставшее затем утро неблагоприятствовало поиском польской интриги, так как интрига эта, всегда действуя в темноте, не может выносить солнечного света. Делёж украинского каравая начался втиху и в унисон с выходом последних боевиков Азова с Мариуполя. Горячие объятия в Верховной Раде и поцелуй Дуды. Польша запустила процесс создания Киевской унии и всерьез нацелилась на западные территории Украины. А ведь помните, меньше месяца назад Дуда уже заявлял, не будет границ между Польшей и Украиной. История получила развитие во время визита в Киев польского президента. Однако на трибуну Рады в Киеве поднялся не Дуда. Там материализовался призрак Великой Речи Посполитой. Поляки возвращают себе управление Украиной, как в 17 веке, когда в Люблине была заключена уния. Итак, что же из себя представляет уния 2022 года? Зеленский анонсировал законопроект об особом правовом статусе для поляков на Украине. Ряд украинских СМИ сообщили об утечках информации. Польские граждане получат практически равные права с украинцами. То есть даже не являясь гражданами Украины, могут быть избранными на выборные должности, быть назначенными в органы государственной власти или местного самоуправления, управлять стратегическими предприятиями, назначаться на должность судей, в том числе в конституционном суде. Польская полиция получит право следить за правопорядком на украинских территориях. Иными словами, Киев готовит для польских панов праздник вседозволенности, и поляки будут иметь доступ к секретным данным. Хотя о какой государственной тайне может идти речь, если к ней будут иметь доступ поляки? В свое время церр Уинстон Черчилль в своей книге «Вторая мировая война» назвал поляков гиенами Европы. И мне так представляется, что ничего не изменилось. Да не там, где появляется запах. Украина войдет в Евросоюз. Дуда обещал приложить все свои усилия, и сомневаться не стоит. Хотя в пору было бы Дуде уточнить. Киев не обещаю, за всю Одессу не скажу, но Львов в Евросоюз точно примем. И, кстати, именно такой метод интеграции в Евросоюз действительно рассматривался для Украины и Молдовы еще полтора десятилетия назад. Включение их в состав государств ЕС с политическими замашками империализма. Население этой территории им не нравится совершенно. И куда это население девать, опять-таки, абсолютно непонятно. Именно поэтому вопрос стоит таким образом, что поляки получают особые права на территорию Украины. Им нужен военно-политический, экономический, юридический контрольный территорий. То есть обычный неоколониализм у современного пошиба. Интересно, что прежде польские хотелки оставались лишь в статусе хотелок, и не больше. Верховодили всем Америка и Британия. Байден, например, будучи вице-президентом при администрации Обамы, а по совместительству теневым хозяином Украины, никаких посредников к управлению незалежной не допускал. А номинальный сиделец Банкова и тогда Порошенко, да и олигархические круги Украины поляков ни во что не ставили. И вдруг Байден отпускает удила и разрешает делать Зеленскому заявление о вшивании Украины в ткань польского государства. О чем это говорит? Могло ли подобное случиться в границах 2014-го с Крымом, Донбассом, Харьковом и Одессой? Нет. А теперь, когда становится ясно, что украинская перемога только на языках говорящих, остается Волынь, Подолея, Галичина, Центральная Украина. И нужны они разве что Польша. И в данном случае скорее не Америка рулит происходящими событиями с расчленениями, а хвост играет собакой. Они сейчас работают над воссозданием Речи Посполитой, то есть польско-литовского государства. Присовокупив туда еще и ослабленную Украину, они получают мощнейший рычаг в отношениях и с Соединенными Штатами, и в отношениях с Россией. Они хотят быть проамериканскими верными слугами во взаимоотношениях, очень сложных взаимоотношениях Соединенных Штатов и Франции с Германией. Фантомные боли о территориальном величии Речи Посполитой изудят у современной Польши сильно. Варианты были просчитаны еще до того, как российские войска вошли на Украину. Столкновения должны были начаться на Донбассе, Россия неминуемо была бы вынуждена вмешаться, и по расчетам польских стратегов, в результате утратила бы позиции сильной страны. А Варшава смогла бы распространить свою власть на Минск и Киев, рассуждали польские СМИ в декабре 2021 года. Мы можем пойти даже дальше, чем 400 лет назад, и не только восстановить первую Речь Посполитую, но и объединить весь регион Междуморья. США и Китай будут это приветствовать и стремиться иметь нас в числе союзников. Американцы уже помогали нам запустить инициативу трех морей, а Пекин – блок 17 плюс 1. Дело за нами, пора начать польское наступление. И сейчас на Украине говорят о возможном и скором прибытии польских войск, естественно, в составе некой миротворческой миссии. Теперь, по предварительным договоренностям, миссия будет проходить без мандата НАТО. Приоритетная задача – перехватить у Нацгвардии Украины контроль над расположенными на занятых территориях стратегическими объектами, сообщает российская разведка. Сразу после этого в западных областях Украины могут быть назначены польские представители на ключевые должности. А военный контингент планируют разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с вооруженными силами России минимальна. И дело, как полагают эксперты, в боеспособности польской армии. Если учесть состояние польских военных сил, она на сегодня не в состоянии сопротивляться российским вооруженным силам. Тем более, что большую часть вооружения мы уже передали Киеву. И на сегодня, допустим, у нас вообще танков вроде не стало, а те, которые обещали нам немцы, как-то в ближайшее время к нам не попадут. Хотя, действительно, если послушать нашего правительства, оно очень такое военное. В народе принято говорить, нет ничего более нового, чем хорошо забытое старое. И Зеленский сегодня делает ровным счетом то, что совершил такой же политический авантюрист, а заодно и военный преступник, и государственный изменник Петлюра. 100 лет назад. Казалось, его власть распространялась лишь на территории вокруг железнодорожного состава, в котором кочевал он и его так называемая директория. Однако, одним лишь рощерком Петлюра в начале прошлого века умудрился подарить польскому диктатору Юсуфу Пилсудскому всю западную часть единой и соборной Украины. Прежде чем перейти в наступление, Пилсудский должен был оформить свои взаимоотношения с оккупируемой им Украиной. В качестве контрагента Пилсудский избрал изгнанную революцией рабочих и крестьян в Украине и спасшуюся под охрану польских штыков пресловутую директорию, которая выразила согласие на аннексию Польши, Западной Украины, и на преобразование под протекторатом Польши вассального государства из остальной части Украины. Ставка на Варшаву и сдача с Западной Украины атаманчиком Петлюрой была абсолютно аналогична сдачу современной Украины атаманчиком Зелецким. Анжела, повертаю вам Украину. Рама погнута, цепь порвата. Осталось, ведь украиночеки, портачок. Зато вы луки. А что на меня смотрите? Я ни при чем. Я ничего не робив. Вы все видели, что я пять роков ничего не робив. По итогу, после взятия поляками матери городов русских, к управлению Петлюру никто не допустил. Матчум сегодня неплохо бы вспомнить и Зеленскому. И вот здесь я вижу гигантскую проблему лично для товарища или господина, или пана Зеленского. Потому что если закон вступит в законную силу, станет обязывающим нормативным документом, то некоторым людям на Западе, в частности в Соединенных Штатах и в той же Польше, может показаться, что господин Зеленский свою историческую миссию выполнил. Петлюру, кстати, знали даже из того самого вагона, на котором гастролировала его директория. Так бесславно закончилась история главного могильщика Единой Соборной Украины, который считается внезалежной национальным героем. Но у Зеленского, как видим, есть все шансы не только повторить подвиг своего предшественника, но и преуспеть. Екатерина Тихомирова в главном эфире.